22 декабря в профессиональный праздник День энергетика промышленную площадку Чернобыльской атомной электростанции посетили более 50 представителей средств массовой информации. Журналисты украинских и зарубежных телеканалов и электронных СМИ побывали на площадке строительства хранилища отработанного ядерного топлива сухого типа, а также детально знакомились с программой энергосбережения, принятой на Чернобыльской АЭС в 2016 году, которая включает в себя использование остаточного тепловыделения хранилища отработанного ядерного топлива мокрого типа. Подробно о реализации работ на площадке ГСПЧС журналистам во время пресс-туры рассказывали начальник ЦГК ИВС и заместитель директора технического по эксплуатации. В этом году Чернобыльская, скажем так, дописала последнюю страничку истории, которая длилась более 10 лет, это освобождение блоков 1, 2, 3 от отработавшего ядерного топлива. В этом году последнее поврежденное топливо было, ну скажем, удалено с блоков 1, 2, сейчас все ядерное топливо размещено на хранении в ХАЯТ-1, ну который находится за моей спиной. Там находится более 21 тысяч ОТВС, которые были накоплены за все время эксплуатации Чернобыльской АЭС. В дальнейшем вы уже были на площадке ХАЯТ-2, в дальнейшем планируется ввод в эксплуатацию ХАЯТ-2, которая обеспечивает безопасное хранение топлива в течение 100 лет. Соответственно, после ввода в эксплуатацию начнется перемещение топлива с ХАЯТ-1 в ХАЯТ-2. В рамках тех мероприятий, которые выполняются на площадке по энергоэффективности, то специалисты ЧАЯТ-2 пришли к выводу по необходимости изменения этой схемы и то тепло, которое раньше выбрасывалось в атмосферу, применение его в оборудовании водонаполненным. Так как сейчас главные корпусы блоков 1 и 2 не отапливаются в том режиме, в котором ранее отапливались, в оборудовании находится водонаполненное техническое водоснабжение, в том числе и система пожаротушения, которая связана с системой технического водоснабжения напрямую. Было принято решение и выполнен ряд реконструктивных работ. И теперь вода, которая с остаточным теплом, нагретая вода от ХАЯТ-1 по сети трубопроводов сбрасывается в бак чистого конденсата, который сзади меня находится, БЧК-1 так называемый, где все тепло аккумулируется в этом баке. И распределяется по сети трубопроводов, технического водоснабжения и системы пожаротушения. При этом мы в период низких температур, в период не отапливая блоки 1, 2, 3, можем безопасно эксплуатировать данную систему при неотапливаемых блоках. У нас в баке в этом температура поддерживается на уровне 20 градусов. Соответственно, температура в трубопроводах на уровне плюсовых отметок, в том числе и поддерживая противопожарный режим на предприятии, главные направления системы пожаротушения тоже у нас всегда в плюсе. То есть они все на циркуляции находятся. При этом, прогнозируя эту схему, мы можем далее уже выполнять какие-то работы, анализировать необходимость эксплуатации водоема технической воды как гидротехнического сооружения. При этом вся система, которая сейчас смонтирована, она смонтирована с оборудования, выведена с эксплуатации, на которой не затрачено ни одной копейки бюджетных средств. В рамках пресс-тура состоялся брифинг генерального директора ГСПЧС Игоря Грамоткина и председателя Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталия Петрука, который также подчеркнул значимость работ по энергосбережению на площадке ГСПЧС. Это дало возможность, уже сегодня мы говорим о том, что мы економим около 6 миллионов гривен. Больше того, инженерами станции, вжито заходов, переоснащение и используется тепло, которое выделяет отработанное ядерное паливо. Через теплообминник обеспечено подогрев водопостачания, технического водопостачания на Чернобыльскую станцию. Фактично, дармовое тепло, которое раньше просто спускалось в ставок охлаждения, на сегодня используется для подогрева воды, что циркулюет в системе технического водопостачания станции. Это, опять же, даёт экономию. В следующем году запланировано продолжение работ по энергосбережению. И после их полной реализации объём сэкономленных средств составит более 1 миллиона гривен в месяц. Второй, не менее актуальный вопрос, который интересовал журналистов, это реализация международных проектов на Чернобыльской атомной электростанции после надвижки арки нового безопасного конфаймента. «29 ноября закончилась одна эпоха, когда в 1986 году был сооружён объект укрытия, который 30 лет прослужил нам. И началась другая эпоха, когда была надвинута арка над объектом укрытия. И теперь человечество не увидит объект укрытия уже никогда. Мы будем делать всё от нас зависящее, чтобы сразу же после ввода его в эксплуатацию в следующем году. Мы немедленно приступили к демонтажным работам и к разборке объекта укрытия и доступа к топливосодержащим массам для того, чтобы перевести их в безопасное состояние. Огромный труд огромного количества людей, который был на протяжении 30 лет, завечался успехом. И вот к дню энергетика, которая сегодня, именно в этот день, мне сегодня доложили, что боковые панели арки все закрыты. Сегодня мы можем сказать, что арка может начать функционировать. И существенно мы изменили безопасность и на нашей площадке, и на Украине, и во всём мире в целом. Коллектив Чернобыльской АЭС сегодня, являясь очень эффективным, наиболее подготовленным и мобилизованным, эту работу начнёт дальше. Наша задача в 2017 году выполнить все подготовительные мероприятия и в 2018 году пойти внутрь объекта укрытия. Мы начнём его разбирать. В завершении брифинга Виталий Петрук рассказал журналистам о планах по присвоению 10-километровой зоны вокруг ЧАЭС статуса специальной промышленной территории.